Короче, в той лекции, в которой ты отправил мне, да, я послушал, где Ра там рассказывал про вот этот запах, который он ощущает, что вот слава богу, говорит, я типа живу в деревне, где я вот не чувствую вот этого, вот этого вот, типа, того, чем люди ходят и вибрируют вокруг себя. И я, короче, а я в этот момент был в супермаркете, дослушивал этот кусок, я иду в супермаркете, короче, с корзиной, там взял хлеб. Иду за овощами, и просто он вот это произносит, и у меня, знаешь, как пазлы просто собираются в голове. Я в какой-то момент, возможно, я в каком-то видео рассказывал, возможно, я где-то на курсе, опять же, рассказывал. Я, когда переехал сюда, ну, то есть я же как до этого, я постоянно жил в Питере, да, точнее, начнем с того, что я постоянно жил в России. И потом я начал, я, да, который отлично чувствует все вокруг себя, переехал из маленького города в Питер. В Питере жил, учился, потом оттуда переехал, ну, начал путешествовать, и вот несколько лет я просто мотался. Потом, собственно, приехал в Финляндию, и мы как бы решили здесь остаться. Я уехал, я как бы сюда приезжал и уезжал, приезжал и уезжал. И я, когда уехал, получил здесь финожительство, мы здесь остались. Я здесь прожил, по-моему, первые полгода не выезжая. И в тот момент я начал писать картины, я начал хреначить курсы безостановочно вообще. Просто я сейчас вспоминаю вот этот объем работы, который я проводил, чувак, это просто... Ну, это было очень мощно. То есть я сейчас понимаю, что я так делать не могу. То есть я сейчас могу делать, но я буду делать по-другому. Вот тогда я прям... Я не знаю, откуда было столько энергии, короче. То есть у меня была... Она перла, и я не понимал, куда ее. Я одновременно с этим хочу подвести к тому, о чем я говорил в предыдущих аудио. Про вот канал борьбы, да, свой. Про давление корневого и отсутствие каких-то там целей. То есть... Окей, я живу. Я уезжаю сюда, в Финляндию. Я живу в Хельсинки полгода. Там пару месяцев даже, больше, наверное. И мне надо приехать в Питер. Я стою на границе. Все в порядке. Я себя чувствую замечательно. Так же, как чувствую себя обычно. Да, хорошо. Я пересекаю границу. Я вот только пересекаю границу. Там есть нейтральная зона такая. Не знаю сколько там. Километр. Ты по ней ерешь, как бы, потом у тебя там русская граница, да, там стоит шлагбаум, охранник. Он тебя пропускает. Ты приезжаешь в, типа, припрограничную зону. И дальше проходишь уже таможенный контроль, там и прочее. И вот я подъезжаю туда, и я начинаю ощущать, как у меня в теле, в груди, чем ближе я, типа, приближаюсь к погранпосту, тем больше во мне начинает собираться. Я прям, знаешь, как вот, знаешь, как дым рассеивается. Вот представь обратную съемку, как он концентрируется обратно в очень плотный клубок. И я прям чувствую, как он у меня концентрируется в груди и повисает гирей прям. Я подхожу к этой штуке, типа, знаешь, и я понимаю, что я как будто, блин, я как будто волнуюсь, типа, знаешь, а, ну, я не тот, кто волнуется на границах, типа, а что мне волноваться-то? Я стою, думаю, ну, блин, может, день такой, настроение такое, хер знает. Я просто отметил и отпустил. Уехал в Питер, что-то побыл там, ощущение сохраняется все это время. Я уезжаю обратно. Я уезжаю обратно, пересекаю границу. Выезжаю, еду в предпрограничную зону Финки, прохожу границу, и я прям чувствую, как у меня чик, и выключается, короче, это состояние. Я такой, нифига себе. И я опять как бы не... Это я сейчас просто анализирую, а тогда я не соотнесся такой. Ну, о, и состояние, типа, прошло, как совпало, типа. И спустя несколько месяцев я поехал обратно. Да, я поехал еще раз. Я еду. Я забыл уже про эту фигню. Я стою на границе, подъезжаю, точнее, к этому. То есть я стою в очереди, потом чик-чик-чик, моя очередь, я постою, паспорт, и я начинаю замечать снова, как мое тело начинает сжиматься, короче. Я думаю, так, что-то не то. И я вот в этот раз, да, во второй раз я уже обратил внимание, я подумал, так, нужно... Хочу посмотреть, короче, за этим всем, понаблюдать. Вот сейчас прям обращу внимание и посмотрю, как я буду в этом состоянии вариться по мере того, как я там пока буду пребывать. Я побыл в Питере какое-то время, делал дела, бегал, и возвращаюсь обратно, и наблюдаю уже. И вижу, как состояние меняется. И я такой, так, окей. И я, когда вернулся, короче, я же помню, что я, ну, в Питере там не особо что-то много делал. Я просто там был, да, жил, учился, и что-то там опыта набирался, потом уехал путешествовать. В путешествиях я начал что-то делать впервые. Что-то творческое именно. Потому что в Питере была куча возможностей, которые я не использовал по какой-то причине. Я стою, думаю, начинаю вспоминать, короче, последний прошедший год, как раз появился курс погружения в себя. Я там проходил несколько обучений, кучу книг читал, в 4 утра вставал, в тренажер уходил, марафон пробежал. И у меня, типа, денег, туча, типа. И я такой, что происходит? И я что-то, знаешь, дал пространство для этой мысли, думаю, ну, поварится и всплывет, короче, когда я пойму, да, она состыкуется, и как бы у меня в голове вырисуется все. Я в какой-то из дней просто сижу и, ну, просто что-то сидел. Я понимаю, короче, что на то, чтобы делать много, у тебя должен быть ресурс. У тебя должно быть много ресурса. И в погружение в себя, в своем первом курсе, я рассказывал про элементы генерации энергии. И в систему генерации энергии, типа то, что тебе дарит энергию, была встроена такая, ну, глава, так скажем, да, про сохранение и выявление точек утечки энергии. Потому что бесконечно, можно бесконечно долго пытаться набирать огромное количество воды, да, там, в ведро. Типа ты стоишь, в ведро воду наливаешь, а там дно дрявое. Вот то же самое происходит тогда, когда, вот этот чувак здесь в лекции тоже про это говорит. Тогда, когда у тебя постоянно уходит утечка, то есть ты не понимаешь, какие глубины, ну, процессы воруют в постоянном нон-стоп режиме твою энергию, которая является тем же самым источником энергии, да, которая необходима и для пищеварения, и для обновления клеток, и для, там, корректной работы сердца, и для корректной работы, там, нервной системы. То есть это же один и тот же ресурс, понимаешь, да? И я понимаю, что у меня откуда-то его стало много. То есть все то время, пока я жил в России, он утекал на что-то. И я уезжаю, короче, в третий раз. Это уже, наверное, год прошел на тот момент. И я, разумеется, вот это ощущение, я к нему привыкаю, вот это финское состояние, да? Я его не сразу ощутил, потому что когда, ну, типа я переехал, переехал, типа не особо я тогда там обращал внимание, как я себя чувствую. И как энергетика пространства ощущается мной. И я выезжаю еще раз, наблюдаю, и вот это ощущение начало прощупывать, короче, внутри. И я думаю, так, что со мной происходит? Вот я это чувствую, а что происходит со мной? Вот это вот, это сигнал о чем? Я понимаю, что мое тело прям мобилизуется в напряжение и готовность к атаке. Это типа такой постоянный на чеку моут, знаешь? Когда ты внимательно следишь за всем своим окружением, потому что тебе твой опыт памяти, да, сообщает огромное количество напоминающих факторов, триггеров и элементов, которые были в ситуациях, которые тебя травмировали. То есть вот эти паттерны поведения, тон голоса, разговоры, все те вещи, которые во мне про опасность, когда я говорю. То есть я вырос в маленьком городе, да, в маленьком городе очень маленькое узкое мышление. Один завод автобусный, все нефтяники ездят на вахты, делать это не любят, разумеется, бухают, сидят, воспитывают детей внутри этого. И дети на улице, им 9 лет, они ведут себя как бухие и отсидевшие взрослые мужики, которые доебываются по любому поводу. И было страшно по некоторым местам. То есть сейчас вообще, сейчас я приезжаю в город и понимаю, что это вообще другой город. Это не тот город, в котором я вырос. И город, в котором я вырос, это не тот город, в котором моя мама вообще выросла. Знаешь, он типа прошел трансформационные изменения, которые вот... Группа такая есть, тоже компанией, и там есть трек такой. Там типа чувак читает, что... Я, говорит, удивлен, как вырос Будда в душах сограждан. Раньше я был бы отпизжен, а сейчас только пидором назван. И вот примерно такая же история была. Я понимаю, короче, что вот это состояние, эта готовность защищаться, потому что я знаю, типа мое тело помнит, что вот ему все вокруг напоминает о тех вот этих моментах. И это при этом не только жесты, не только взгляды, не только голос, не только тон, не только та ментальность, которая стоит за человеком, который с тобой говорит, которого ты чувствуешь, да, а сама энергетика пространства, то есть вайп. Вот этот вайп, он прям воняет. То есть, ну, я его ощущаю как такая штука, да, которая смердит. И типа попахивает проблемой. Я прям вот, знаешь, ситуации тогда, вот когда ты встречаешься где-то на улице, на тебя наезжают где-то, да, и вы идете, там никого не трогаете, на вас нападут, вот у нас была ситуация такая, в лесу типа наехали пара человек. Хоп-хоп, короче, было три, и нас три, хоп-хоп, нарисовалось, их уже 20, короче, стоит. Мы в лесу. Хоп-хоп, и я смотрю, и человек 100 просто, понимаешь? 100, я не преувеличу, огромная толпень, потому что типа мы стоим и говорим ни о чем в течение 20 минут, ну, там кто-то доебывается до наших штанов, там волос, там пирсинга и прочее. Я понимаю, что их количество растет. Я понимаю, что я сейчас прям... Там уже машины подъезжают, уже, короче, какие-то пацаны, уже тачки едут. Там так воняет прям, я чувствую, я прям чувствую, что, ну, в телах, да, вот это напряжение, которое вызвано страхом, которое выражается в агрессии. Типа, и надо, это напряжение, ну, нет, оно требует выхода. Я знаю, что я попал под мишень. И мы стоим втроем, и там кому-то, я не знаю, там типа это были доли секунды такие, кому-то я вижу, полетает по лицу, потом я вижу, летит нога, короче, я уже, чух, мы уже несемся, за нами толпа, мы ногой, рукой, рюкзаками, кто-то падает, за нас хватает, мы там добиваем, убегаем, короче, это было вообще тьма. И вот когда Ра говорил про вот этот запах страха, я, короче, понял вообще, про что он говорит, потому что я иду в супермаркет, я поднимаю глаза, и вижу людей, и смотрю на тела, короче, закрываю глаза, чувствую просто вот внутри чего я плыву, и прям реально ощущаю вот это напряжение и страх вот этот вот. К чему я говорю? Я сейчас слушаю лекцию на вот этом моменте, смотри, что он говорит. Он, короче, говорит про то, что, ну, типа, отождествление, да, с умом, делатель, самый распространенный вирус, который есть в человечестве, который приводит к тому, что мы умираем раньше, да, имеем хронические заболевания, это то, что я-наблюдатель внутри нас отождествляется с я-делателем, там, начиная там с трех лет, и это сосет огромное количество ресурса, то есть это напряжение, и он говорит, что внешне, когда человек разобуславливается и перестает думать, что он тот, кто делает, он по иронии не становится менее деятельным, он, наоборот, становится максимально деятельным. Это становится, это он становится человеком, который создает максимальный импакт на общество, он оставляет после себя максимальное количество следа, да, полезного, он трансформирует реальность вокруг себя, пока он здесь есть, и делает массу полезных дней, успевает кучу всего, спит малый, и у него куча энергии. И я такой сейчас сижу, думаю, так, я сейчас прям тебе промотаю до момента, когда вот я что захотел сказать-то. Так что же делать, вопрос, скажите, или не делать ничего? С точки зрения внешнего наблюдателя, он очень серьезный делатель на самом деле. Я сразу отвечу на момент, уж тот человек, которого полностью, он перестал быть делателем, с точки зрения внешнего наблюдателя, он очень серьезный делатель на самом деле. Он делает очень много реально. Он совершает тонну каких-то мегаполезных дел, у него колоссальное количество ресурсов, он может очень мало спать он может очень быть крутым человеком и он может влиять на большие массы людей например возьмите там не знаю и они эти люди как правило оставляют серьезные отпечаток в историю сознание множество людей например там тоже там иисус например прожил все 33 года на такой отпечаток остался до сих пор колеблется все он просто делал то что он делал как и многие другие соответственно как бы человек который не делал у него высвобождается напряжение у него освобождается с鹿 agro все рисушки чем раньше Bereich привELI что-то не будут напрягаться и делают путем раньше у него высвобождается ресурс и при этом вообще не делать невозможно потому что я гугл совсем сидеть не сможет мне говорят вот это что что теперь ничего не делать значит надо лежать ничего делать бы попробовать и вот之後 ничего на слог North понимаете это если показалось что так правильно попробуйте сделайте конечно Короче, вот здесь меня ёкнуло. Я вот про эту тему, да, я её недавно совсем как раз вспоминал. И когда вот раз слушал тоже, подумал, блин, как будто во мне, короче, уже прям, бля, вот предыдущее видео, которое я записывал, что я эксперимент провожу, да, и вот чувствую вот это напряжение, которое не напряжение, блин, энергия, которая копится, которая хочет выразиться, знаешь, так, бля, вылезти. Я наблюдаю за тем, как она, как я ей сопротивляюсь. Я сопротивляюсь, потому что у меня всю жизнь, у меня такая лейтмотив такой, что я боялся упускать возможности. Типа я боялся, что мысли уйдут, что хорошие идеи уйдут, и что нужно их сразу выражать. И я не понимал, что они ещё не зрелые были, они были сырые. И что на самом деле возможности свои, вот то, что ты должен делать, ты не можешь упустить. И если ты в это не веришь, то попробуй мешать себе осуществлять и реализовывать эти возможности, и посмотри, что у тебя получится. И я вот этот эксперимент начал с собой делать, и заметил, что действительно, ну сколько бы я не мешал, да, вот я хочу выразить, я такой, ну не сейчас. Прошлый раз. Потом второй раз, когда раз слушал. Потом ещё раз я начал вспоминать это, пока в тачке ехал. Потом следующий день. И вот сейчас, короче, я сижу, слушаю, и понимаю, что я уже не контролирую. Я просто, знаешь, телефон взялся, и я начал тебя записывать, потому что у меня всё склеило сейчас. Это вот про эксперимент, опять же, с попыткой помешать себе использовать возможность. Невозможно это сделать. Невозможно точно так же, как невозможно лежать тогда, когда в тебе высвобождается энергия, которую ты неосознанно тратил на напряжение быть кем-то, делать то, что тебе не хочется, и отождествляться с деятелем. Я ещё давным-давно осознал, что процесс, то есть играть, это вот я в погружении в страх об этом говорю, играть роль, отождествляться с ролью, это массивные растраты ресурса. Человек может уставать, ничего не делая, он может просыпаться устающим, потому что он тратит огромное количество ресурса на напряжение, отождествление себя с той или иной ролью, которая чего-то боится. И вот этот вот страх, он мобилизует тело, которое находится в постоянном стрессе. Не в стрессе, который, знаешь, включается, ты что-то сделал, и всё, расслабилось тело. А такие моментальные процессы мобилизации, а затяжной стресс, тревога, беспокойство, в котором люди живут, спят, просыпаются, питаются, общаются, работают и не замечают. Потому что, как я уже говорил в предыдущих аудио, да, человек, как бы, человек, существо адаптивное. И это и дар, и проклятие. Потому что стоит тебе немножечко побыть в состоянии, которое некомфортно, ты, к сожалению, к нему привыкаешь. Ты его перестаёшь замечать, потому что иначе ты просто не вывезешь. Так работает. И у меня всё сейчас вообще сошлось, потому что в момент, когда я уехал из России, Россия для меня, да, это мой город, типа, в котором я вырос, условно. И знаешь, что она в разных личинах примерно так везде и отражается. Вот эта ментальность общая. Я не говорю про вообще, типа, Россия, там, я не люблю и прочее. Я говорю про общий вайб, вот этот вот, который я ощущаю. И там он реально пропитан страхом. Я его реально чувствую сейчас. Я его здесь чувствую тоже. Здесь его меньше, потому что здесь есть ощущение безопасности какой-то, которое не на пустом месте. Здесь система так выстроена уже давным-давно, что здесь реально безопасно. И моё тело чувствует эту безопасность. И когда оно чувствует безопасность, оно не сразу, разумеется, сбросило панцирь, но оно со временем начало понимать, что оно же постоянно находится в процессе получения обратной связи от окружающей среды и корректировки внутреннего состояния. Типа, опасно, не опасно, не опасно, а сейчас, а сейчас, а сейчас, а сейчас, а сейчас. И в какой-то момент, пока я был долго здесь, да, в течение полугода, моё тело начало понимать, что оно находится там, где больше не нужно защищаться. Больше не нужно опасаться, что что-то может произойти, потому что ничего не происходит. Происходит только то, что ты хочешь, происходит то, что тебе приятно, происходит то, что ты радуешь, да, происходят какие-то вещи интересные, прогрессивные, и не происходит жести. Нет никаких вот этих разборок на дорогах, пьяных вот этих чуваков, которые доёбываются друг для друга, нет вот этих уличных каких-то вещей, вот этого вайба, вот этих взглядов осуждающих, нету страха, который выражается в определённой форме агрессии, вербальной, невербальной, неважно. Нету людей смердящих, есть, но не так много, я там с ними не особо сталкиваюсь, но я говорю про вайб, потому что вайб пространства, он соткан из вайба ментальности, да, состояния сознания каждого отдельного элемента. Здесь очень много природы, я напоминаю, что природа вибрирует знанием себя, у неё нет сомнений. В городах больших мало природы, зато очень много вайба потерянности, которые, как мы теперь знаем, да, что химия мешается, и это получается просто, блядь, бульон, бульон просто, реально бульон страха. Разные оттенки тревог, переживания, которые ещё разгоняют друг друга, потому что кто-то может увеличивать амплитуду чего-то другого, ловить страхи чужие, нести их из одного места в другое место, нам передавай, как вирус, реально, вирус. И это, кстати, главный вирус, с которым мы сейчас боремся, не ковид, а страх. И я приехал сюда, и я просто переобулся, насколько меня начало переть. Я не выбирал писать картины, я не выбирал делать выставки, я не выбирал так много снимать, я не выбирал так много делать, из меня просто пёрло. Я говорю, что каждый три дня я гонял в спортзал, занимался, у меня была куча энергии, тогда даже вырос, по-моему, у меня была мышечная масса больше, сейчас я сдулся уже. Я просто балдел и не понимал, что происходит. А оказывается, вот вся эта энергия, которая у меня, внутри меня, была всегда в резерве для того, чтобы поддерживать состояние боевой готовности, потому что в любой момент произойдёт жопа, от которой тебе нужно спасаться, убегать, защищаться, биться, она не нужна. Весь этот щит, всю эту защитную систему, можно снять. А энергия не может просто так себе сидеть, она требует выражения. И это всё у меня плелось в музыку, в живопись, в писательство. И я, ну, говорю, я просто кайфовал. И вот сейчас этот чувак рассказывает про высвобождение вот этой энергии посредством отпускания напряжения, да. Я, как раз, и понял, что вот когда я тогда начал активно заниматься, много учиться тоже, и восстановил, точнее, да, восстановил, потому что я в какой-то момент стал учить и забыл учиться. И у меня процесс встал тоже, и как бы не встал, а откатываться начал. И я продолжил опять, опять восстановил своё обучение собственное. И всё, меня вернуло в отсутствие напряжения, которое происходило не через мою попытку расслабиться, опять же, а через принятие того, что есть. Вот что интересно. Потому что все попытки расслабиться, вот как он тоже тут говорит, что попытка сделать что-то, чтобы что-то не делать, это всегда напряжение. Ты не можешь созданием напряжения устранить напряжение, ведь тебе надо очень сильно напрячься вообще. Но тогда ты просто упадёшь, потому что там будет выключиться система, шатдаун такой будет. И у меня, короче, прямо встала Ра про его чувствительность, да, и вот эта энергетика, как запах страха, он сказал. Я просто сразу срезонировал, я говорю, бляха, муха, в натуре, запах страха. Это запах страха. Вот человек тебе подходит, он тебе что-то говорит, и он ничего плохого тебе не говорит, прикинь. Он ничего плохого тебе не говорит, но то, как он вибрирует, это как настолько неприятно внутри. Ты думаешь, бляха, ты так живёшь, вот в этом. Фух. Too much. Не могу, типа, выдерживать, представляешь? Я понимаю, что иногда получается так, что у меня получается своей вибрацией гасить это, и поэтому этот человек тянется неосознанным образом, потому что он неосознанно, возможно, а возможно осознанно чувствует, что ему рядом со мной почему-то комфортно. ему почему-то хорошо, ему почему-то ясно всё, у него нет сомнений никаких, у него отпали все страхи, потому что вибрация передаётся. Не знаю, хочу я ещё что-то по этому поводу сказать или нет, но вот я хотел подчеркнуть эту историю, что как только произошло, во-первых, разобуславливание от маски маски, роли, я об этом погружении в страх говорю, в контексте того, кто ты, да, ты разодождествляешься с этим, а значит сбрасываешь в себя ответственность, переживать эти страхи как свои, потому что понимаешь, что это страхи делателя, а ты наблюдаешь просто этот опыт, ты не этот опыт, а ты тот, кто его наблюдает, то ты автоматически высвобождаешь огромное количество энергии, огромное количество энергии, которое просто сейчас неосознанно расходуется на то, чтобы вывозить напряжение и порождать его и бороться с ним, стабилизировать типа его. Любое напряжение препятствует равномерному течению энергии в теле, любое, что приводит к болезням. Напряжение может быть ментальное, но поскольку ум, тело, это единая система и тело, это лишь отражение состояния ума и сознания, то любое изменение в характере природы ума, жизни ума, функционирования ума, и то, насколько сильное переплетение с ним напрямую отражается на материи тела. Напрямую. Меняется оно не так быстро, конечно, как мысль. Испугаться можно в секунду, напрячься можно в секунду. Но вот потом последствия, которые возникают, они возникают плавно. И разумеется, когда ты осознаешь, что ты наделал, и что там накопилось в тебе, потому что напряжение и его последствия всегда накопительные процесс. Обратный процесс расслабления, он не такой быстрый, как этого хочется. Именно поэтому люди такие, бля, я болею, надо вот это. И результаты не так быстро, потому что они не понимают, что результат, который они получили, он тоже не так быстро произошел, он не за ночь произошел. В течение, может, пяти лет он накапливался. Вот тебе понадобится пять лет, чтобы это все откатить обратно, при условии, что ты не будешь еще и мешать себе тем, что ты будешь повторять то, что ты делал, напрягаться лишний раз. Да. Такое ощущение, как будто я вообще нихуя не сказал на самом деле. А как-то вот смотрю и типа полчаса что-то говорю. В общем, да, короче, несколько моментов. Первый, то, что запас страха, я срезонировал, что это прям в точку вообще, то, что я начал ощущать, то, что я в России его ощущал, мне неприятно реально было его ощущать. Второе, то, что напряжение, и третье, то, что действительно высвобождается огромное количество энергии, которую люди даже не знают в себе, они ее никогда не испытывали, потому что они привыкли носить на себе мешки груза, напряжение, с которым они рождаются, живут, несут, и никогда они не спрашивают, а как, а что, по-другому как-то может быть? Или когда ты видишь людей, которые по-другому живут, и ты не понимаешь вообще, как это так, тогда как это возможно, просто ты в себе, это еще, как личный опыт, ты не переживал вот это состояние высвобождения энергии, когда ты просто живешь и дышишь, да, и из тебя льется деятельность, активная, очень активная деятельность. Я понимаю, что я, вот я сейчас ничего не делаю вообще, и горжусь этим вообще, с утра встал, ничего не делаю, кофе попил, но я при этом понимаю, что я занят активной деятельностью, которая не я уже делаю, а она делается, а я ее наблюдаю, я ее не форсирую, она в своем ритме идет, мои желания никак не связаны с тем, как это должно воплощаться, это достигаторская культура, которая говорит о том, что что-то надо поскорее, быстрее, быстрее, побольше, тогда как нет, так не должно быть, всего есть свои ритмы, и это просто жажда наживы какой-то, скорого результата или расслабления, ну то есть, какие-то уже из головы все опять, так что да, у меня тоже сейчас встал на места, ну в плане, вот я имею ввиду, что я через это тоже, я понимаю, о чем он говорит, говорю, для меня не новая, я вот эту штуку, в штуке все изучал уже просто, с точки зрения нейробиологии и нейрофизиологии, я примерно понимаю, то есть я вижу, я интуитивно это понимал, у меня потом появилась потребность фактически это как-то обосновать, я там почитал литературу, посмотрел тоже всяких разных дядек, тетек, уловил и понял, что окей, и как бы то же самое, что и я как бы понимаю, мне не надо теперь, мне не нужны факты, я теперь доверяю своему интуитивному знанию, потому что вся моя система восприятия выстраивается на интуиции, вот что я сейчас понял, что раньше у меня ум требовал каких-то обоснований, каких-то фактов, каких-то вещей, которые как бы докажут, да, почему это так, потому что мне надо будет кого-то доказывать, типа кому-то убеждать, кого-то в этом, типа как будто, блядь, это моя работа вообще, как будто мне вот заняться нехер, нечем больше, раньше я реально переживал, что на курсе будут люди, которым будет непонятно, и которых нужно будет переубеждать, сейчас я понимаю, что если тебе нужно, когда я что-то говорю, еще мне тебя убеждать, то тебе не надо меня слушать, то тебе не надо меня слушать вообще, ты, я не для тебя, между нами слишком большой гэп, тебе нужно найти какой-то источник, который ближе к тебе, понятнее к тебе и попроще, вот, а я для тех, кто немножечко дальше, кому не нужно, кто не ведом, короче, на игры ума, которые требуют постоянно, обоснования для принятия чего-то, как будто бы фактическое обоснование чего-то, выше, чем эмпирическое, эмпирический опыт свой, whatever, что он там дальше говорит, пока ты думаешь, что ты здесь, что это не попробовать, надо попробовать все, давай, давай, вот, так вот, одну такую, значит, всемзоноучную вещь вам еще скажу, но она вполне имеет четкое обоснование, вот, одна практика очень важная, я вам расскажу, используя свой, как бы, язык, используя... короче, душняра, реально, классно, что-то говорит, но тяжело слушать, эм, я думаю, что я сказал все на эту тему, это вот то, что у меня спаркануло, выразил, ну и бог с ним, Продолжение следует...